Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео я хочу сделать то ли контрольный выстрел в голову Т-77, то ли сделать финальный аккорд в истории приобретения данной машины и освоения оной. Я приобрел себе машину за 10 тысяч, голую просто машину и слот в ангаре. Я не покупал себе набор за 17,5 по одной простой причине, потому что Т-54Е2 давно есть в моей коллекции, машина просто обалденная и к ней у меня вопросов абсолютно никаких не было. Я ставил огромную ставку на Т-77, исходя из того, что его и все расхваливали и сравнительные таблицы всячески показывали обалденности данного аппарата. Но, как оказалось, ребят, не все так просто по данной машине. И сейчас давайте будем обсуждать. За что его хвалили? За что его хвалят многие, особенно именитые ютюберы? Они хвалят его за обалденное орудие, которое позволяет вам в течение 20 целых секунд перезаряжаться, но зато потом, за всего лишь 2,5 секунды вы отбрасываете целых 760 единиц льфы. Это же круто! Да хрен там, ребят, нифига это не круто. И начнем мы, ребят, с брони по данной машине. Как вы видите, вот эта вот штукендрия, а по-другому ее назвать не могу, потому, ну, язык не поворачивается, уж простите, она действительно внешне создает впечатление крайне нормально забронированной машины с огромным количеством всякого рода искажений брони, уходов брони, округлостей, короче говоря, всякой-всякой дребедени, которая вроде бы помогать должна вам в бою выживать. Но ни хрена это не работает, реально не работает. Все говорят по поводу того, что эта машина круче, чем Эмиль 1951. Да, если смотреть вот так вот, то Эмиль типа хуже, но почему-то в боях он живет гораздо лучше. Тот же самый Сомуа СМ, про которого тоже говорили, что он существенно хуже по броне и по тому, как ее отыгрывать от Т-77. Седьмого, ребят, он все равно играется лучше, здесь все гораздо проще, но оно, зараза, рикошетит, как ни крути. И М4, которого все вообще просто там с дерьмом смешивали, что это крайне картонная машина, что он и сюда пробивается, и сюда пробивается, и нижний бронелист. Да ну его в задницу, вот Т-77, нижний бронелист, который глотает, зараза, все, что только можно проглотить. Ладно, окей, хорошо, бог с ней, с броней. Где-то пристроился, где-то спрятался, где-то как-то попытался отыграть. Сравнительная таблица по орудию. ДПМ 2115. Вау, это суперкрутой ДПМ. Несколько ютюберов говорили по поводу того, что это просто чуть ли не имбище на уровне. Да с таким ДПМом можно всех разрывать. Ребят, да какой нафиг ДПМ, если, допустим, я понимаю, что это не совсем правильное сравнение будет, возьмите Экшен Икса с его ДПМом 2700 против 2100 на барабане, блин. Ну о чем тут разговаривать? Вы хотите мне сказать по поводу того, что за 2,5 секунды ты набрасываешь урона, нифига себе, 760 единиц средняка? Да пожалуйста, умножьте вы на 3 снаряда у Эмиля 1951, его 310 альфы. И что вам мало будет? Да вы забросите, блин, в течение 6 секунд, да, пускай не 2,5. Но вы выбрасываете из себя 930 единиц урона. Ребят, да ну, блин, даже не хочу обсуждать в отношении вот прикола с двумя снарядами, что за 2,5 секунды ты круто отыгрываешь. Но возьмите с таким же успехом, тогда я не знаю, ту же самую бабаху, и скажите, блин, это крутое орудие, оно реально забрасывает 930 средней альфы всего за долю секунды, пока я на мышь нажимаю или кликаю пальцем по экрану. Да это такой же бред, ребят. Вот серьезно, по полной программе бредня. Это орудие крайне хреново играется. Что бы там ни рассказывали, как бы его ни расхваливали. У него пробой на полу лежит, я реально, я играю против восьмерок, мне тяжело их выковырять. Да, я могу себе поставить на пробой. И что дальше? Это что-то типа существенно меняет? Да я только сравниваю с другими ребятами плюс-минус. Это для того, чтобы хотя бы как-то комфортно отыгрывать. Я отыграл на данной машине, ребят, ну где-то в районе 120-130 боев за последнее время, с момента покупки. И скажу вам откровенно, да, я понял, как на этой машине играть, но мне ни хрена не нравится этот геймплей. Вот серьезно. Я понимаю, что сейчас польется огромное количество какого-то там дерьма в комментариях. Что я рукожопый, что я играть не умею, что барабаны это не для меня. Да я сам всегда считал и считаю, что в игре нет плохих танков. Есть танки, которые тебе подходят, либо танки, которые тебе не подходят. Ну, за редким исключением, есть все-таки плохие. Но все-таки, ребята, у меня получается играть на эмилях. У меня получается играть на йохах. Почему у меня на Т-77 не получается? И сейчас я попытаюсь объяснить, почему. И сейчас я попытаюсь донести это до тех ребят, которые еще не потратили свою кровную голду. И все-таки находятся в раздумьях, покупать или нет. Нет, ребят, пока не покупать однозначно. Либо пока его немножко не апнут. Либо, по крайней мере, пока у вас в ангаре уже не будет такое количество машин. Что вы будете с жиру беситься и не знать, что вам себе приобрести в коллекцию эндокова новенького. Когда ты попадаешь, как сейчас, против девяток, ты не то что мальчик для битья. Ты младенец для битья. Ты реально, ты превращаешься в какой-то футбольный мяч, который то и дело, что все мутузят ногами. Ну, ребят, ну серьезно. Какая нахрен броня, она пробивается всеми, всеми, кому не лень. Его бьют в башню, его бьют в нижний бронелист. Танкуешь ты, рамбуешь ты, да подтираешься ты чем-то броней своей. Реально тот же самый результат, один в один. Что касается подвижности по машине. Кто-то говорит, нормальная, бодрая машина. Да она просто не отличается ни от кого. И если вы уже успели наслушаться на каналах рекламы данного танка, что это просто мастхев в вашем ангаре, ребят, сразу. Control-Alt Delay, ты удаляйте нафиг полностью все из головы, что вы там слышали, если вы среднестатистический игрок. Если вы не статист, которому нравится вот такой вот бой какой-нибудь кустарный. Стоять где-то на третьей линии и радоваться тому, что ты отбросил два снаряда. И если ты все-таки смог, и ты кого-то пробил, и после того, как ты пробил, ты нанес два раза урон сопернику. После этого ты на 20 секунд должен спрятаться неизвестно где, уехать черт знает куда, заныкаться за какой-то камень. И пока твои союзники пытаются что-то делать в бою для победы, ты гордо прячешься, потому что ты стоишь на своей супердолгой перезарядке. Но потом ты станешь крутым чуваком, потому что по результатам боя, который скорее всего для тебя окажется проигрышным. Потому что пока ты будешь вот так вот хорониться, твоих союзников как сейчас будут разбирать, а я до сих пор на перезарядке нахожусь. И за это время твоих союзников разберут. А когда их разберут, ты останешься сам. А вот когда ты останешься сам, тогда ты достанешь валенок какой-нибудь там, я не знаю, ну или что-нибудь подобное. И начнешь бодренько хлебать горюшко. Ты реально возьмешь самую большую ложку, которая есть в твоем доме и будешь дерьмо жрать на этой машине. Потому что сейчас, допустим, я не смог откинуть второй снаряд, да потому что не в кого его было отбрасывать. И нафига вот этот вот чёс в обзорах на данную машину, что эта машина крутая. Потому что как только ты перезарядился, ты можешь выезжать и смело бросать два раза в соперника. И а потом опять уходишь на перезарядку. Да не можешь ты этого делать, потому что как только ты выезжаешь, ты получаешь в дыню. И получаешь в дыню так, что у тебя начинают сопли заворачиваться на твоем затылке. Вот Йох, пожалуйста, приехал. Окей, он мне покретанул и отправил меня. Вот это, пожалуйста, барабан, ребят. Ну и что, пожалуй, ну где тут броня? Вот тебе башню пробили мне, блин, сколько там, один раз, два раза. Мне пробили верхний бронелист, мне пробили нижний бронелист. И это я еще на передовую не успел поехать. Да, окей, хорошо, я понимаю, что кто-то скажет, что ты не понимаешь, тут средний урон крутой. Ты сейчас возьмешь эту машину, ты выйдешь на ней. Да, я сделал целых 900 единиц урона. Может я сыграл как олень, не знаю. Ну, ссыкотно мне на нем выезжать на передовую, потому что сразу разбирать начинаю. И я, честно говоря, уж простите меня за бедность речи, какать хотел на средний урон, который я вывезу за бой, если я этот бой проиграю, потому что от меня толку в бою, кроме наносимого урона, нет ни хрена. И при этом всем я еще и морально страдаю при этом. Да я лучше заеду на экшен иксе, я сделаю те же самые 2500 урона, и это не будет гордостью для игры на данной машине. Да я лучше возьму акулу, заеду на акуле, сделаю 2300 урона среднего. Да, пускай и не 2500, как на этой машине, типа можно периодически делать, если ты будешь выезжать из-за какого-то дома, быстренько давать два срача своему сопернику и быстренько прятаться куда-нибудь, чтобы тебе не наваляли. Да это вообще не геймплей для тяжелого танка. Это геймплей для ПТшки какой-нибудь картонный, там где да, действительно выехал, дал плюху, спрятался, у тебя КД, но ты живешь. И тебе надо выжить для того, чтобы дальше быть полезным команде. Команде, в которой заходит тяжелый танк, ему надо, чтобы использовал тяжелый танк себя по назначению. А для назначения тяжелого танка держать направление, продавливать направление, я не знаю. Но не танк поддержки, ни хрена, за что его хвалили все? За что его хвалили все именитые ютюберы с 70 с копейками процентов побед? За то, что ты можешь смело на тяжелом танке постоять где-нибудь в кустах или за домом, высовываясь на 2,5 секунды, чтобы дать две плюхи? Да нет, ребят, это так, ну, не должно быть. Я хочу заехать на тяжелом танке, я хочу поехать разбить кому-то морду хорошенько этим танком. Я хочу сделать так, чтобы я был полезен, чтобы я был виден. А с вот этим вот сраным сведением, извините, я могу только надеяться на то, что парень никуда не отъедет, и я буду по нему отбрасывать. К-91, барабанная машина, да он играется гораздо лучше, да, это девятка. Да, у него три снаряда, у меня два, но я вот до сих пор, блин, перезаряжаюсь. И толку от меня сейчас Е-75 разбирают, я его даже огнем своим поддержать не могу. Вау, все, я перезарядился, 2,5 секунды пошло. Делаю две тычки, начинаю уходить. Надеюсь на то, что К-91 сейчас не приедет ко мне и не наваляет мне. За это время двое наших уже слились, из которых один Е-75, на котором, в принципе, много чего держалось в этом бою. А я до сих пор перезаряжаюсь. Я до сих пор пытаюсь найтись, куда мне спрятаться, блин. Ребят, я скажу откровенно, если вам нужна машина, на которой вы будете с удовольствием играть вот так, как сейчас это происходит, ну, пожалуйста, берите себе эту машину, заезжайте, делайте себе там 4-5 плюх за бой и радуйтесь тому, что вы накосили среднего урона. Но он реально, он неиграбельный вообще ни хрена. Вот просто он неиграбельный. И ничего хорошего в этой машине, кроме бодрого перезаряда в 2,5 секунды между всего лишь двумя снарядами в магазине, если бы хотя бы 3 было и 2,5 секунды перезарядка, и у тебя таким образом ДПМ тогда по барабану составляет 900 единиц, как у того же самого Эмиля, я не знаю, или у того же самого Йоха. Ну тогда да, окей, хорошо. И толку от этих вот боев, что ты заезжаешь, блин, и ты боишься всех, кого не лень. Да мне так легче играть на какой-нибудь ПТшке картонной. Я заеду на каком-нибудь там, не знаю, борще картонном, буду плюс-минус столько же перезаряжаться, плюс-минус такой же ДПМ буду иметь, так я хотя бы буду понимать, почему я прячусь. Потому что я картонный, потому что я не тяжелый танк. Но вместо меня зайдет другой тяжелый танк, на котором будет держаться, в принципе, игра всей команды. Задача тяжелого танка, фундамент команды для победы. Не на ЛТшках держится все, и не на ПТшках все держится. ПТшки это танки поддержки, танки поддержки для ТТ. А не ТТ, танки поддержки для кого? Да просто не для кого, ребят. Если вы еще не купили данную машину, не покупайте, вы реально расстроитесь. Потому что вот эта вот срань, она будет происходить с вами практически постоянно. Если вы среднестатистический игрок, который любит играть в эту игру, а не просто стоять в кустах и, как я уже сказал, выезжать на 2,5 секунды, чтобы дать кому-то пендаль. Купите себе акулу и радуйтесь жизни. Мой вам искренний совет, если ни того, ни другого танка у вас нет, не берите набор за 17,5. Возьмите себе экшен Икса, возьмите себе акулу, радуйтесь жизни, хлопайте в ладоши. Хотите фармить, купите себе Лёву за 5,5 и целуйте его в выхлопную трубу, потому что машина действительно позволяет нормально играть, получать удовольствие от боев и еще при этом получать нормальное количество серебра. Я надеюсь, я не сильно обидел тех, кто любит данную машину, но реально мне машина не зашла абсолютно. Напишите свое мнение, игроки, по поводу данной машины. Действительно ли она веселая, действительно ли она классная? Потому что как я не пытался на ней играть, я отыграл, как я уже сказал, то ли 120, то ли 130 боев. Большую часть я сделал, слава богу, в столкновении для того, чтобы прям совсем не похоронить статистику и не похоронить статистику данной машины. Ну вот, как-то так. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего. Ребят, если вы за честность подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно возвращайтесь на него, потому что на этом канале вы никогда не увидите рекламы тех танков, которые потенциально могут вас расстроить. Я в жизни никогда не порекомендую вам купить что-либо в магазине, о чем вы потом пожалеете, потому что я знаю стоимость и цену каждой вот этой вот золотой монетки. И поэтому я ни в коем случае не позволю себе рекомендовать то, на что вы сольете в унитаз свое золото. Ну вот такое вот мое мнение. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok